И чуть меньше, чем через неделю, 6 июля, в Верхневилюйске стартует 20-я юбилейная спартакеада Игры Манчары. О готовности Верхневилюйска к спартакеаде мы говорили несколько выпусков назад, тогда готовность объектов составляла порядка 80%. О готовности на сегодняшний день расскажут наши корреспонденты. Ровно 4 года жители Верхневилюйского Улуса ждали и готовились к 20-й юбилейной спартакеаде Игры Манчары. И вот она, финишная прямая. В рамках подготовки в селе Верхневилюйск построены многофункциональный спортивный зал, стадион с тёплым манежем, ипподром и универсальная спортивно-игровая площадка в селе Хомустах Намского Наслега. На сегодня строительство главного стадиона выполнено на 90%. Электроэнергия сегодня подключится, это уже нормально, проблема решена. И вот с бурщаткой немножко проблемы есть, но она тоже, думаю, будет решаться. Здесь руководство хорошо работает, и с руководством, и самое главное, ну, главное погода, от погоды много зависит. В спортивном зале основные работы завершены, уже подведены горячая и холодная вода, подключена электроэнергия. Осталось убрать мусор. Отрадно, что жители не только близлежащих, но и заречных наслегов каждый день приезжают в Улусный центр и проводят субботники по уборке и благоустройству территории. А внутренние части в основном уже закончены, так и слаботочка, и пожарная охрана, и видеонаблюдения. У нас все полностью сделано, так сейчас ведутся работы по разметке спортивного зала. В эти дни заместитель председателя правительства республики Михаил Гуляев провел выездное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению спорта-киады. Вице-премьер в сопровождении главу Улуса Владимира Паскачина и представителей надзорных служб совершил объезд спортивных и объектов размещения и питания участников и гостей спорта-киады. По итогам объезда были аккредитованы шесть объектов размещения и питания участников и гостей. По остальным есть некоторые замечания со стороны сенапитнадзора и пожарной службы, которые будут устранены в ближайшие сроки. А тем временем спортсмены с полной силой готовятся к главным соревнованиям этого лета. В Верхней Вилюйце готовят по две команды по некоторым видам спорта, в состав которого вошли 127 лучших спортсменов. По возможности мы будем участвовать двумя командами более сильным видом спорта. Это получается полную команду. Мы выставили отборные соревнования именно по Капсагаре две команды, так и по гиревому спорту две команды. Это командный дух, настроение боевое. Мои ребята ждут соревнования на спорта-киаду. Посмотрим, как будет. 27 июня Верхневилюйский Улус принял эстафету огня юбилейных игр, который был зажжен на родном Алассе Василия Фёдорова Манчары, местности Орылах Мегано-Кангаласского Улуса. Торжественная церемония передачи прошла на границе Вилюйского и Верхневилюйского Улусов. Эстафету возглавил пропагандист бега и йоги Дмитрий Горохов. Первым приняли огонь жители села Харбалах. Далее в течение 10 дней огонь побывает во всех наслегах Улуса, включая заречные. И преодолев тысячи километров, 6 июля огонь принесут на главный стадион, где пройдет открытие 20-й юбилейной спорта-киады по национальным видам спорта Игры Манчары. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Якутия. День за днём.